Царь, неожиданный, утешитель души стены, И жилье в детстве, и вся исполняя Сокровища благих, и жилье подателю Приди, всели сомны, и очисти на всякие скверны, И спаси, Боже, души наши. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия по слову Твоему. Не допусти нам ни прибавить, ни убавить ко всему тому, Что Ты заповедовал соблюдать нам. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Послание к евреям, святого апостола Павла, 1 глава, 10 стих. И в начале Ты, Господи, основал землю и небеса, Дело рук Твоих. Толкование. Дабы Ты, слыша слова, когда вводит первородного во вселенную, Не подумал, что это дар, данный Ему впоследствии от Отца, Показывает теперь, что Он творец вселенной, Не в последнее время, но и из древле. Это также против Павла Самосадского, И утверждает, что Христос прежде Марии, Так как Он творец твари. И против Ария, считающего его помощником, Или лучше орудием, Так как выше было сказано, Через которого и веки сотворил стих 2. Вот здесь Он и представляется Творцом. Смотри, как соединяются вместе учения О несозданном существе И учения о домостроительстве, И иногда по причине первого Высокое, И иногда по причине второго Низкое. Вопросы есть, Тараси? Понял, что-нибудь? Перескажи своими словами. Евреям 1.10 Нет вопросов? Всем все понятно, да? То есть, вот был такой Арий, Который считал Христа помощником, Ну, на основании места священного писания, Через которого и веки сотворил 2 стих. Писали. То есть, через Христа сотворил, То есть, Христос, Какой бы помощник, но не творец. А этот стих говорит, И в начале ты, Господи, основал землю, И небеса, и небеса, дело рук твоих. Это обращение ко Христу, Не к концу, Потому что 9 стих мы читали, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, Илеем радости более соучастников твоих. То есть, кого? Бог, Христос, что значит Христос? Знаешь, Тарасий? Христос это помазанник, Помазанный духом, Вот это и называется Христос. Мы христиане, помазанный духом, Святым. Вот, и сейчас вот он в 10 стихе обращается, Хотя бежит, и ни разу не пошевелился даже. Что-то делаю. Покажу, он уперся, как манитер. Отставай землю, и небеса, дело рук твоих. То есть, Господь Христос, К нему, как к Творцу обращается. И вот толкователь говорит, Что это и против Ария, И против Павла Самосадского, Евреям, первая глава, 11-12 стихи. Они погибнут, а ты пребываешь, И все обветшают, как риза, И как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, или та твои не кончатся. Толкование. Внушает нечто важнейшее, чем творение. Именно изменение мира. Все изменится из тления в нетление. И так легко, как если бы кто свернул одежду. Если же так легко он совершит изменения и преобразование мира в лучшее, То мог ли он при первоначальном образовании мира иметь нужду в ком-нибудь другом? Вопрос. Немало утешения здесь для бедствующих верующих. Знать, что дело не останется в таком состоянии, Но получит преобразование, Что тот, кого они почитают, Живет и всегда будет жить. Ибо лета твои не кончатся. То есть не только обращение ко Христу идет как к Творцу, Но и пророчество в будущем, Что он изменит этот тленный мир в нетленный, Как он изначально был сотворен. Я к тебе вопрос поставлю. А ты вот задумывался иногда, Что есть в мире то, что тебя бы так удивило, Ты анимел. Все, больше ничего нет. Единственное, что ты к губами пошлепал. Что тебя удивило в этом мире больше всего? И когда? И почему? И как это? Последствия какие ты имел или нет? Или ты уже больше не удивляешься так? Разовое явление было. Так, он молчит. Так, кто желает на этот вопрос ответить? Отдай кому-то. Что у меня, коротко? Я просто вот... Давай, давай. Я буду держать. Ну я до уверения размышлял. Вот как будет дальше? Вот люди сейчас больше, больше на земле. Миллиард, два миллиарда, пять миллиардов. Когда-то будет, может, перенаселение. Потом заселят другие планеты, потом другие галактики. И как это все закончится, когда конец-то наступит? Это мысль такая, как бы, вопрос неразрешим. Об этом никто не знает. А потом узнал, что будет второе пришествие Христа. Все уничтожится, сгорит, и все будет заново отстроено. Ну для меня это стало... А как ты думал о галактиках, когда нигде атмосфера не обнаружена? И ни одного микроорганизма нигде нету. Как ты мог думать о галактике-то? Откуда? Я читал просто книги фантастические, там, Аладдин Фостер, там еще... Как Солков сказать величать? Солковского? Не знаю. Кто знает? Константин. Константин, правильно. А величать? Эдуардович. Эдуардович. Он нормальный был или из дурдома сбежал? Ну, как бы, нарицательное имя его, что умный человек, значит, Солковский. Очень. Вот эти, которые у тебя сейчас эти, там, брызнуло-то, что-то в голову-то, а-то тоже от него идет. И, между прочим, у свидетелей Саражовой башни у них точно так же. Я сидел в лагере с ними, два парня, я говорю, ну а как дальше понимаете? Они говорят, ну как вот, мы останемся там, 144 тысячи там, которые вошли, а мы-то тоже войдем. Там будем жениться, дети будут, грешить не будут, трамваи будут ходить, но только не будет там этих атмосферных. А сколько? Всю галактику заселять. А галактики знают они, у них не плоскомыслие. Ничего этого говорить не надо. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Это пустое все. Кто еще хочет сказать, что тебя удивило в том, что Сергей Павлович сейчас прочитал? Нет, меня удивило в моей жизни больше всего то, что когда я первый раз на занятия пришла и услышала, что вы говорили, стояли не за кафедрой, а стояли вот такое, низкое, не было вот так вот, мы в том стояли ходить только ступенчатые. А вы стояли и рассказывали о том, что если кто человек неправильно крещеный, без погружения, и он не спасется. И он, и вы нам пропадаете, для меня был такой страх, такой на меня страх, вы напустили, вы даже представить не можете. И вот знаете, я думаю, это я сюда буду ходить, чтобы спастись, чтобы узнать. Ты совсем не в ту степь пошла. В творении Божьем что удивило? Ты отвечаешь не на вопрос, что ты вот узнала, как мудро устроено, ты во веки пребываешь, а все исчезнет. Вот о чем мы считаем? Ты не о том говоришь-то. Так я не о том говорю, а то дело все в том, что я потом-то и узнала, что это устроено не просто человеком, а устроено вот именно вот тем, кто меня спасет. И у меня был такой шок, я вообще, я вот, мне не было даже, я даже вот, знаете, спать не могла, что мне надо скорее на занятия. Так, теперь второй вопрос, да, так, это, какую ты первую книгу в жизни прочитала? Ну, какую я помню, допустим, какую я прочитала. Аркадия Гайдара, наверное. Не, я такие не читала. Робинзон Крузо. Робинзон Крузо я тоже не читала такие книги. Я книги читала, я книги читала такие, какие-то романтические. Ну, понятно, понятно, тогда тоже не надо, это уже далеко. Ты не умеешь останавливаться, тормозок не берешь. Ты только начальник, значит, батюшка дальше говорит, а ты продолжаешь и говорить, и говорите, у тебя заряжилась, и на киеве Ольга была, она бестормозная была. Она, значит, начала говорить, у нее обойма, должна все расстрелять. Сейчас у кого-то замолк, не выскакивайте никогда, батюшка говорит, не поддайкуйте ни звука. Ты, получается, один, будто сидишь, и никого не надо. Внимание, что он дальше говорит, ты же его сбиваешь этим. Я не об этом спрашиваю. Что тебя удивило в творении Божьем? А потом наводящий вопрос. Книгу, ты считала приключениями, это не творение, это люди творят. В Божьем творении что тебя удивило? Ты даже вопроса не понимаешь, милая сестра. В Божьем творении? Все, больше не надо. Так, кто хочет сказать? Тарасик. Вичторон. Убери от глаз этого порчу-то. Так, что тебя удивило в творении Божьем, когда ты вот увидел, как мир устроен? Чего ты стал удивляться? А? Не знаю. Красивый парень, отвечай. Это у чеченцев, считаем там, про одного. Ну, он не чеченец, там дагестанец. И необыкновенно красивый парень. На книге не наклоняйся. Не ложись спать-то. Дома ляжешь спать. Так. И он необыкновенный красивый мужчина. Он только похочел, говорит, сколько же ты горя принесешь мужьям. И как ты печально кончишь. Понятно? Он красивый. Все. И он знал, что бабы как мухи будут липнуть, а у них это не позволяется. А я потом читаю это. И там нашел. Лидишидзе пишет. Это писатель такой у них. Я когда сказал, отец на ум удивился. Вы же его знаете. А в тюрьме больше читать нечего. У меня грузинская литература была. И он когда-то был и сдернул с нее платье. Увидел на нее родинку здесь. И вот что-то она смутила. Но она не поддалась ему. Он служил в армии, вернулся. И друг его встречает. А друг отоженился на этой девушке. И он стал его расспрашивать. А потом, так вы здесь и живете здесь. Он узнал, где да на такой улице, номер 6. Ну и отошел. И все. А тот там с друзьями остался. А вышел, он ускоряет туда, где этого была. Которая когда-то не поддалась. И он встал на нее наседать. И никак. А тот побыл маленько, что-то сердце забеспокоилось. Пошел домой. Заходит, а жена кричит. Но тому-то виду не надо показывать. Он сразу отступился от нее. И гордо пошел. И еще, выходя из калитки, повернул голову и глянул на него. Это последнее, что он видел на этом свете. Почему? Потому что тот выскочил с ружьем. Я тебя уже так не ухищу. Ничего не было. Ты к моей жене прикоснулся. Чем закончилось? Поэтому и за красоту, и за бородавку, за родинку придется отвечать. Так, Михаил Петрович, ты вопрос понял? Понял. В Божьем творении что тебя удивило, не считая твое устройство? Это само по себе. Что? Я как-то не задумывался. Вроде так и должно было. Вроде бы так все и должно было быть. Ну да, тогда здорово вообще-то. А что, она идет и идет как старообрядца. Лежала тысячу лет до нас, пусть дальше лежит. Я вот о Боге ничего не слышал. Никогда. А отпрашивался у мамы к другу, к своему. Потому что у него был балкон. И мы с ним вместе были как два каких-то созерцателя. И мы ложились валетом, он в ту сторону, а я в эту. И начинали размышлять о том, что видим. Звезды, вот эта луна там, если проходят какие-то тени. Видим там, что на луне или нет. И мы вот все это рассуждали. А потом у меня второй друг появился уже в институте. Мы с ним смертным боем бились вплоть до драк. Он говорит, я представляю себе вот бесконечность. Я говорю, а я не могу представить бесконечность. Я говорю, как ты ее представляешь? Он мне объясняет. Кто? Друг мой в институте. И он объясняет мне бесконечность. Я вот так глаза закрою, как он говорит. И пытаюсь. Вот так. Он мне говорит, вот бесконечно. И вот она бесконечно, бесконечно. И я говорю, бесконечно. Сколько глаза там держать закрытым? Бесконечно. Всю жизнь, что ли? Я говорю, как понять бесконечность? Я говорю, не могу осознать этого. Я говорю, вот если бы, говорю, что-то, ну, такое мне, вот, сказали бы такое необыкновенное, и я бы понял, что такое бесконечность, я бы, говорю, наверное, уже мог и умирать, все, потому что не могу осознать бесконечность, а у меня нет бесконечности, потом появилась у него девушка, такая же упертая, у нее там подружка, там еще, и против меня ополчилось человек 20, 20, потому что мы увидели, как что-то вот так пролетело над горами, а были на втором курсе, на практике, и вот так над горами что-то пролетело, интересное такое пролетело, ну, такое блестящее, и вот так пролетело, 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 быстро так и скрылось, и как бы там что-то отделилось туда-сюда, и все, это инопланетный корабль, и вот все, это инопланетный корабль, я им говорю, да нету никаких инопланетян, что я взял, что нету, понять, ну, я много фантастики тоже читал, как Никита, Ну, чтобы представлять, что где-то живут люди, я понимал, что это сказка. Я вот читал и всегда знал, что это сказка интересная. Почему? Я всегда читал приключения. И много читал. Но мне вот что было интересно. Я читаю «Таинственный остров» Капитана Нанеба, помните? Конечно. «Таинственный остров». И там начало, как идут боевые действия. Там кони, там вот эти снаряды рвутся, все. И люди мечутся, как там кричат, там Ли-Ли, там генерал Ли был у них тогда. Потому что они были же южане, у которых воздушный шаг, а северяне нападали. И мне все время интересно было не то приключение, которое мне рассказывали, а вот эта война. Мне интересно так, а что за война там была? Почему им надо было именно улететь, попасть в такие интересные истории? И мне вот всегда поражала необыкновенность каких-то судеб. Ну ладно, это фантастика. Я не об этом спрашиваю, тоже не об этом. Конкретно, что ты вот здесь увидел, конкретно, никуда не отвлекаясь на фантастику. Что тебя удивило? Что именно только Бог мог создать? И что это сегодня непонятно, завтра узнаю я больше. Вот как говорят, непонятное, это вокруг этого кольца. А вот кольцо, это то, что понятно. И чем шире это твои знания расширяются, тем больше соприкосновение с неизвестным. Тем больше у тебя вопросов возникает. Не думайте, что у Королева, у Курчатова не было вопросов-то. И у Келдыша. Эти три Ке тоже мучились. Все время. Так, рассказывай. Что тебя удивило о том, прочитали сейчас, что все исчезнет, это все видимое? К сожалению, я немножко не слышала, что прочитала. Но у меня, когда я начинала читать Библию, это с 92-го года я начала, вместе почти с Игорем. И потихоньку стала читать, сначала помаленьку, потом все вроде не удивляло. И удивило, когда Господь бесов направил на свиней, и они упали. Вот пять тысяч свиней, и мне это поразило. Вот это ты не видел, прочитала. Тебя лично что удивило в этом мире, когда ты увидела и поняла, это что-то, это нельзя не сделать, ничего. Ну как это не мучилось? Ну давай, Надежда Васильевна. По делу только быстро говорите. Детство мое прошло среди гор в Туве. И вот, когда я уже стала больше в школу ходить, по этим горам, гора на горе, как бы вот, горы так, и еще выше, и еще выше. И там скалы такие, и на скалах растут такие вот какие-то дикие эти, ну, кустарник какой-то интересный. Но еще что-то удивительное. Я говорю, что там, как из камней, что ли, растет? А там среди гор у нас река протекала, Енисей. И вот эти водопады. И меня все время, как эта вода могла? Такое чудо вода. И вот эти водопады, такие страшные-страшные водопады. Там очень много людей. Да, людей, да, это все, никакого чуда-то нету. Сейчас совсем не о том говорите. Вам интересно, если я расскажу, как у меня было? Да, расскажем. Можно я расскажу перед этим? Давай. А у меня, знаете, как запомнилось? Погромче. Мы в Молдавии жили еще какое-то время. И там такое небо удивительное. Вот здесь нет. И сейчас вообще оно темное. А такое было удивительное небо. Звезды такие яркие, да красивые. И вот я все время смотрела на это небо. И звезды меня прямо поражали. Вот красотой своей. И я нашла маленькую-маленькую звездочку. Она у меня была заветная. И я каждый раз, как смотрела на небо, и как бы исповедовалась. Я вот сейчас просто... Тогда-то я слова исповедь не знала. Но я ей все рассказывала. Некому было рассказывать. Как-то это... И звездочкой... Делилась со звездочкой этой. Вот это только помнится хорошо. Что-то есть, но почти не то. Это не под руками. Можно мне? Давай. Ванна Павловна. Что в моей жизни я не от природы. Первое, что тебя в жизни удивило в творении Божьем. Да. И какую книгу ты тогда прочитала? Ты прикасалась с одним или нет? Мы... У нас... Я по Волжи жила. Там люди верующие были. Хотя не разрешалось. У всех иконы были. Но я не знала, что... У всех Богородицы были. Со Христом. С младенцем. И у нас больше молились и Богородицы в основном. А мы никто не знали, что такое Христос. И когда я не разрешенную книгу прочитала, Булгакова, и там про Христа прочитала. Вот это у меня больше всего в жизни. Больше меня никто так ничто не прошел. Совершенно не о том. Эх. Ну, все, остались вы один. Теперь остался один. Да. Все. Значит, я родился в деревне. Отец пастух 40 лет. 39 здесь. И там коровы еще один год пас. Киргизир. И нам там с 5 лет, до 4 лет кто-то пошел и заблудился. А уже 5 лет, это уже нормальный мужчина. И он идет, сумка у тебя есть, ты идешь. Меня все удивляло. Вот абсолютно каждая пташка, комара рассматриваю. А как это так у него устроены крылышки? Ну, как оно могло так? Вот поднимается. Перо одно я его расцепляю, потом и так оно соединится. И там заклепки. Я теперь знаю, у Голубя на одном крылышке 75 тысяч застежек. На одном перышке. Я, ну я там, и первая книга, которую я прочитал, она переплетенный журнал Виталия Бианки. Виталий Бианки, вот запомни это. Оно меня тронуло как волшебное. Во-первых, Виталия в деревне не было и Бианки. Это итальянская фамилия. И он издавал лесной журнал про птиц, про зверей, про голоса, отпечатки. Это мне так врезалось, что спустя примерно 35 лет после этого, однажды ночью я вышел и услышал по Теряевке кричит птица. Такой птицы нету. И по звуку, как она говорит, я примерно определил, кто она. Это, говорю, воробьиный сыщик. Никогда их не было и не видал. Я потихоньку поделал, и луна падает. И он на ветке сидит, я узнал. Он как сова, но маленький, и залазит. И скворца там и седает. Воробья седает, залазит туда. И я его к утру поймал. Самое главное, поймал, по деревне провез. Но у нас таких нету. Потом я его как что-то привязал, чтобы видно было, что он был у меня в руках. И на вокзал Потеряевский. И чтобы увезли, где они живут, в Кулунду. И туда на поезде увезли и выпустили. И вот этот журнал, отпечатком ног, по крикам. Как они весной, гнезда, как поют. Я в расслаблении был. Это невозможно. И я слышу, у нас птицы поют. А где у них в горле этот орган? А кто это сделал? Бог. Я знал, что Бог есть. И вот смотрю, листики каждый раз смотрю. Гербарий у меня был, хороший гербарий. А у нас там даже в Красную книгу занесённое растение есть. Я там всё высушил и смотрел. Вот это вот внутреннее содрогание. Звёзды-то потом я уже стал думать. Слово бесконечность пришло, оно меня больше всего поразило. Муха бесконечная, нет конца. Я уже знал о молекулах. О строении того, что есть. И этой Вселенной на молекулы разложить. Всё равно это конец есть. А это никогда. Хорошо, что мне тогда не попался Осипов, Алексей Ильич. Он бы мне мозги-то поломал. А я знал бесконечность. И тогда сразу вопрос у меня возник. Зачем я родился? Зачем меня отец и мать пустили на свет? Не был бы я, как Евгарит, лежал бы среди мертвецов. И никого не боялся, не слышал крика погонщиков. Книга Илова. Это у меня сохранилось по сегодняшний день. Я взрослый дядька и выписывал юный натуралист. Такой журнальщик был. И у меня целые подшипки за кота, например, вот такой толщины получалось. Где-то. И ребятишкам это преподавал. И после этого у меня книг этих столько было про разных зверей. Ну, тут, конечно, и собаки, и кошки, и голуби. Как Бог сотворил. Потом я узнал строение волоса. Волосы, обыкновенные на человека, увеличенные в 20 раз. В 30 раз. В тысячу. В 20 тысяч раз. И теперь оказалось настолько сложно. Единственное животное, которое может бегать по абсолютно ровной поверхности, по стеклу, по потолку бегать. Кто? Муха. Геккан. И ящерица. Это ящерица такая, она не такая большая, но как она бегает, это было загадкой для всех. Другое дело, там муха зацепляется или что-то за что-то. А как потолок отшлифованный, даже ничего нету. Там даже пушинку нельзя приклеить. Оказывается, стали смотреть, когда у него лапки разделяются на 24, допустим. А, вот, но это еще не ответ. Когда рассмотрели в тысячу раз, окажется, на этой каждой 250 присосков. И он нажимает, и каждый присосок, вот как из кризмы где-то отрежь, там, так выдавил, потом приложил, она притянет. И он, когда бежит в атаку, у него сразу две тысячи присосок к стеклу, ему разницы никакой нету. Но я цифру произвольные назвал, тогда я знал даже сколько. Это меня настолько поражало, господи. И зачем ты это все так сделал-то? Это никогда не постигнули. Пошел в сельскохозяйственный институт, я что-то узнаю большее. Они ничего не знают, они врут. Приезжает адвентист, когда здесь, и выходит на капелье Бутов Вадим. А то такой руководитель. Мы ходили вместе в дворе спортов. Они по сто тысяч платили каждый день. По тем деньгам это было дорого. И он говорит, вот, в Ниагазский водопад, и там люди стоят, смотрят, и в это время льдину несет, а орел сидит, зайца клюет. Ему кричат, водопад скоро, птичка улетает, птичка, да, орла никто птичкой не называет, он врет, думаю, стоит. И вот, он когда увидел, что водопад, а ноги-то присыли, ну, то уж он не врет, а прямо в квадрате брешет. Ну, я тогда взял трубку и стал назвать ветеринарной. Скажите, температура, вот пишут, такая, правильно? Да, правильно. Пониженная температура до трех градусов всего. Дальше. Ну, если сельдины есть, то температура уже плюсовая. Они говорят, да. Скажите, а орел, сидя на мертвом зайце, может пристывать? Никак не может. Он вообще не пристывает. Все, вранье сплошное. Надо это узнавать. Кто там ходил, смотрел-то? Все так и поверили. Я понял, выдуманная история. Я по сегодня, повторяю, всегда удивляться я должен. Спаситель нас возлюбил. И как он возлюбил? Какие пищи употреблять? Растения, животные, рыбы. Как же будет перевариваться? Все сочленяется. Этот говорит, Господи, я дивно устроен. Я дивно устроен. И положил печать на руку. Какую? А вот дактилоскопия. Заключенные лежат и папиросы выжигают, чтобы его отпечатки не были. И к ужасу его, вот, видит, заживает. И все отпечатки опять так же идут. Только отрезать надо целиком. Оказывается, отпечаток уха, вот, я отпечатаю, ни одного уха одинакого нет. По этим ушам Шарлок Холм искал. Меня удивляло, по сегодняшний день удивляет абсолютно все. Вот ученые говорят, потом я узнал, что шмель летать не может. По всем выкладкам. Какой тяжелый, какие маленькие крылышки. А он летает. По сегодняшний день объяснения нет. Шмель не должен летать, он может жужжать только. А он летает еще как бодро. Как это? Но, вот, меня вот это удивило в творении Божьем. А когда вечность узнал, бесконечность, я понял, это необъяснимо. Вечность тоже необъяснима, но она меня касается. И мне быть вечно. И я не знаю, где выхода. Я отдельно еду ночью. И вот желание было такое, на санях едем за селосом. Хотелось вот так, сижу на санях, один, после армии. Спрыгнуть, снег вокруг, бежать, закрыть глаза и кричать. Что со мной? Господи, зачем ты мне эту жизнь дал? До момента, пока я не узнал из Евангелия, что Христос умер, за меня мой грех взял. Агнис Божий берет на себя грех мира. Вот, творение Божие должно нас постоянно удивлять. Вот бумага и прочее, это мертвое, живое. Рыба такая, большой рот, голова одна, а хвостик маленький такой. Вот такая голова. И у ней вот так вот здесь, и лед вот так изогнутая. И на конце как удочка, и она загорает, вспыхивает. А рыба-то, она прямая, она заплывает прямо, вот он медленно закрывает, он ее в мордушке и съедает. Это как так? Кто ему удочку-то приделал-то? И фонарик, чтобы горел. Другая рыба, вот с тела, допустим, там стрекоза или кто, на веточке. И она оттуда, если из воды смотреть, там преломление идет. Надо упреждающе-то говорить. Птица летит, не по ней стрелять надо, а знать ее скорость и вперед маленечко, чуть-чуть-то, чтобы она как раз под выстрел подлетела-то. Это надо все знать. И эта рыба оттуда стреляет водой. И почему она вода липкая, не знаю, она там другая какая-то тварь. И она падает, она сразу ее заглотует. Из-под воды струю выпускает. Так это мы только знаем малую малость. Вот, говорите, кенгуру большая, да она больше человека. До двух с половиной метров. Только здоровые стоят-то. А какой рождается? Ребеночек у нее рождается с наперсток. Куда тут загнуло? С наперсток. Вот. И по шерсти ползет, ползет, до кармана доползет, а там сосок прилепился и привалился. Все уже. И там он растет, пока не вырастет. А так кто же так сделал? Карман сделал, в кармане соска, все время из желудка подпитывается. Он сосет эту тряпочку. Кто же? Я беру только то, что есть. А у слона, а у проказила, глаза у бегемота. Сам здоровый, под водой одни глаза плывут. Глаза-то на голове у него отдельно стоят совсем. Это все надо было заранее обдумать. Прости, Господи, что я говорю. Богу не надо было обдумывать. Но мне нравится толкование, бетекс такой. И он говорит, Дух Божий носился над водой. Это, говорит, как архитектор, думает, как построить это строение. Он постоянно ходит, думает, как электростанция. И Дух Божий носился. Заранее обдумывая всю Вселенную. Сколько галактик, разная там температура. И на какой растяжке. Говорит, а почему Луна? Почему она не падает на Землю, не летает дальше? Тяготение. Хоть какое тяготение. Она все равно притягивает к чему-то. Или туда, или сюда. Не могут объяснить по сей день, почему Луна не падает на нас. Да-ка растяжка. Вот это и оно. Я сейчас не знаю, как его назвать правильно. Какая-то венгерская фамилия. И он Исааку Нитону написал. Ты заоткрыл законы механики. Ну и тормозит все во Вселенной-то. Говорит, правильно. Мысль правильная. Тут тоже ученый был. Значит, великий часовщик, назовем его так. Он время от времени подкручивает пружину. Что-то замедляет ход. А как точно идут? Я еще в армии был, прочитал. Изобрели урановые часы. Урановые. Которые делают ошибку за 2000 лет на одну секунду. Я говорю, ну, где-то оригинал надо? Это не оригинал, нет. Это распад там веществ. А где узнали? По звездам. Другого нету. А там нет никак. Точно. У меня знакомый был. Иван Михайлович. Вон, спящая красавица, знает это. Вот. И там мы с ним были знакомы. Бактич. И он водил около 30 лет поезд. Я говорю, все знал. Он глубоко верующий был. Я говорю, ни разу за всю жизнь привезти поезд, поезд, вовремя, я не мог. Вот секунда в секунду ни разу не удавалось. Или где-то меня придержали. Или где-то тормознул не так, или еще что-то. Здесь миллионы, миллиарды лет, может быть. До одной секунды. Кто же это так сделал? Кто эти растяжки натянул? И поэтому ты должен всегда удивляться. А зачем? Почему здесь вот какой-то, вот такой рубильник растет? Зачем он на лице-то? Гладко-то красивее было бы. А зачем ноздрюльки? Да зачем там сопли? А сопля не будет, ты помрешь. Они липкие, себе улавливают пылинки, они прилипают. Нужно. И когда я прочитал, дыхание в ноздрях. Да не в ноздрях, во рту. В ноздрях. И дыхание их в ноздрях их. В ноздрях Айтона. Вот оно где. Это все Бог. И все Бог, и все Он. И куда не поверни. Мне вот с детства Бог дал счастье видеть все это. Вот жулан. Я знаю там птица. Здесь у него зелененькая, щечки черненькие. Здесь белая. У него где-то цветов пять. Жулан обыкновенная синица большая, которая к нам прилетает. Ну, своробья она такая. Я уж не говорю, какой характер. Я их ловил столько. У меня ловушки были. Сотовые. Сотовые. Да столько удивительно. Ну как? Притом, а торвешь, когда на ней сразу и желтые, и красные. Говори. Молодой братец. Говори. Что, читаем? Или еще дальше там про чудо? Да. Щек. Евреев, 1.13. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Толкование. Вот он опять ободряет их, и подлинно не будут ли поражены враги их, а враги их также враги Христа. Не потому, что сын бессилен, говорится, что отец покорит врагов. Ибо сын, который будет судить танки. Из интернета знакомый, поздравить. Вы поняли, о чем я говорю? Вот это удивление позволяет от дури всякой отойти. Мне некогда было, чем он занимались. Друзья, брат изобретал. Я его, говорю, как обожал. Но у него этого не было. Он просто механик делал. А я все время только рот разевал. Ну, что там смотреть сусли, какая обыкновенная. И у меня ружье, я говорю, в армию призвали. Ну, в воинской части, там, счасть какая. У меня 99-100, пуля в пуля. Я с детства занимался этим. И ходил в кружок стрельбы. А утку ни одну не убил. Приползу, рот разину, и на уток смотрю, как они селезнем тут милуются. Пролежу, встану и пойду. Ни одной утки не застрелил. Понятно? То есть, никудышный. А с птицами всю жизнь вожусь. Дрессированные были птицы у меня. Других могли ловить. Сколько времени у меня отняли. Но зато в этом сохранилось какое-то трепетное отношение к тому, что Бог сотворил. Как бы то ни было. Даже вот голубя сколько колю, я каждый раз... Господи, прости, по-другому нельзя. Нельзя. Вот сейчас она была, она летать уже не может и замерзает. А когда батюшки там, Игорь приходит, овечек колет, совсем жалко. А что делать? Да отпусти ты их, пусть они по колок идут. Так они умрут. Знаю, умрут. Дурь, говорю. Бог так дал, чтобы было. Но насколько все удивительно. Игорь корову заколол, а вымя отдал. Я вымя режу собаку, молоко течет из нее. Вы видели фильм, Поп называется, там корова убита, а немец подошел и доет у мертвой коровы. Молоко строится. Удивительно? Так это и у тебя. Человек, поставь его на четвереньки. Голова у него, хвост, там недоразвитые какие-то там позвоночники. Все схоже. У коровы вымя-то сзади, а у женщины спереди. Почему? А чтобы держать на руках удобно было, рядом. А так-то ничем не отличается. Все устроение внешне, все одинаковое. Вот как сделал Господь. А могла природа передвинуть это вымя, кормление грудей, чтобы... Да никак, природа не может этого сделать. Там другие все органы к нему. Женский организм много сложнее, чем мужской. А ты удивлялся этому? Не на женщинах, на то, что Сусликов обдирал и другое. Я всегда удивлялся. Какие у него глаза, маленько так, миндалевидные. Какой он хороший, какой внимательный, как слышит. Какой слух. У меня сейчас Паля, маленькая кошка растет. У нее из ушей антенны растут. Такой кошки не было. Антенны прямо из ушей, пучками растут. И она там наверху, на третьем этаже. И услышала маленький вот такой мышоночек, залез там под умывальником, с той стороны где-то слезла, прокал, четыре месяца было и поймала. Спала ночью, услышала, а она поняла, это мышина, в ней отображено. Нюх-то плохой, а слух ужасный. Господи, ну как у ней так, а у меня нет. А ты завидовал кому-нибудь в жизни? Двум баптистам позавидовал однажды. Но это короткое время. Два брата у баптистов вышли, как они запели. Сторож, скажи, сколько ночи. Мне бы так. А потом сразу мысль. А сейчас бы сказали, ты проповедуешь или пение, или это. И нет, я попятился. Ну и что я пропел? И кому это? Нет. А уже 30 лет было. Давай. Еще раз повторю. Евреям 1.13 Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Толкование. Вот он опять ободряет их, и подлинно не будут ли поражены враги их, а враги их также враги Христа. Не потому, что сын бессилен, говорится, что отец покорит врагов, ибо сын, который будет судить там, тем более мог бы воздать им здесь. Но чтобы показать, какую честью отец почтил сына, что отец гневается на врагов сына, не знак ли это чести, не знак ли это великой любви к сыну. Об этом же простране сказано в первом послании к Коринфянам. О чем здесь замечено, отыщи там. Ну, что там в первом послании к Коринфянам? Седьмая глава. Седьмая глава. Нет, тут не седьмая явно. Тут о любви отца к Севе. Север, ты понимаешь, почему этот вопрос-то возник? Ты дальше вопрос задавай. Что ради Павла тут расписался по этому? Кому? Кадай за ангел. О чем разговор-то? Думали, что ангелами сотворен мир. Это опровержение бывшего у них толкования среди верующих такого, как у свидетелей с оружевой башней. А кто такой Христос? Это Михаил, архангел. Это одна и та же личность. Вот он у нас спрашивает. Ну, кому когда из ангелов? Ну, такое почтение Бог оказал. Сиди одесной, меня доколе положу врагов твоих подножия на путь. Он цитирует из Псалтирия это. С чего вы взяли, что ангелами мир сотворен Христом? Он творит. Он евреям все пытается доказать. Конечно, Христа не приняли. Христа распяли евреи. Ни Коринфяне, ни Римляне. Сергей Павлович, я подозволь скажу. Дело такое, что мне кажется, так я привык в этом, что я должен проникнуть в разум противящегося. Почему он так думает? С той стороны. Вот масоны, масоны приготовляют мировое владышество. Я с их стороны пытаюсь заглянуть. Мне даже показали вот дом масонов, их храм. Я в Америке был. Я туда в окно, там закрыто, не было ничего. Но я знаю, какое у них устройство там по литературе. Они хорошие. Они антихисово царят. Они хорошие по человеческим меркам. У них задача, как этот мир привести в гармонию. Как сделать так, чтобы не было ни воровства, ни обиды, правителя, чтобы все любили. И одному Богу молились. Как это сделать? Они к этому идут. Он сядет как Бог. Другой религии вообще нету никакой. Ни религии, ни веры во Христа, Мохаммада, никого, никаких Буддак. Один идет. Отныне, как пишет Владимир Сергеевич Столовьев, ни один человек в мире не скажет. Война, когда я говорю мир, а тихо скажет, я на себя покажет. И вот, только они к добру ведут. И чип это правильно. Потому что не просто чип, ты должен отречься, отрекаясь от Христа. Вокруг кого ты веришь? Христиане, отрекайся. Плюнь ты на икону. Ну что-то будет поставлено. Вот теперь тебе нажимляют. Все, назад, ходу нету. Как у мусульман. У них, если ты мусульманин, и изменился, смерть, больше ничего нету. Они поднимут всю армию, что угодно тебя найти, чтобы зарезать. Ну и как? Ну вот так. И когда вот про это я считаю, Арий говорил так-то. Я исследую Арию, учения, и прихожу к выводу, у Арии было больше доводов. Ее учения. Больше, чем у православных. Прости, я не арианин. Я считаю про Несторию. И Несторию был более прав, чем про... Согласно его мнению. Он говорит, Богородица. Какая Богородица? Она Бога не родила. Христородица. Так вы что? Я Богородицу считаю. Не приписывай мне несуществующих. Я просто думаю. Я никому... Ну мысли могу тебе выразить-то? Дальше. Иконоборцы. Они против икон. Я начал заниматься, когда... И оказывается, это не так. Они говорили, иконы вот так повыше повешают, как у нас, чтобы не совались в них, толбом-то не стучали-то. Ну пускай они иконы будут. И чего вы как идолопоклонники-то? Вот он что говорил-то, Лев. И Саврянин. Он прав. Конечно, он прав. Что из икон получилось? Мироточение, следоточение, колдует. Что-то с иконами не делают. И притом, но мы поклоняемся первообразу. Я спрашиваю, первый образ кто? Божья Матерь. Она одна-одна. А иконы-то все разные. Праздновая Казанской, Иверской и по порядку-то. 380 что ли разных икон. Больше, чем дней в году. Так если одна, почему-то и говори. День рождения Богородицы. Причем тут 6 сентября-то? В разное время. Икона, икона. Явление, обретение иконы пишут. Обретение иконы. Они верят в Божью Матерь. Мы обманываем сами себя. Он прав был по этому. Он прав был. Но я православный, у меня вопросы сняты. Я просто, чтобы их понять, а то никого не судите. Так и я его не должен судить. Пока не узнаю. А кто правильно был? Ты открой, что с ним делали-то? В правилах написанных, канонических, ну, считаем, там 44-го ладикистого собора, в женщины, там, мирской человек, в алтарь, да не входит. Ну, хорошее, ну, конечно, хорошее. А потом написали, кроме царской особы, царь может входить. Но он мирянин. Ну, вот это написано, кроме. И царь этим пользовался. Он заходил там и молился в алтаре. Мирянин. Я щтец, я полумирянин. Ефрейтор. Ефрейтор. Ну, что интересно, что вам сказать? Гитлер за всю войну себе звания не присвоил. Как маршал после войны Брежнев стал. Полковник был, присвоили ему. Царь Николаев, так полковник ему умер. Звание себе и фрейтором, так и фрейтором был, а при нем фельдмаршала были, он им звание присваивал. Это говорит, что он не тщеславный был. Ему эти ордена не нужны были. Один, войну заслужил я, когда крест где-то ей дали-то ему. И когда вот это все начинаешь с той стороны смотреть, я вижу, Гитлер был прав. Как Гитлер прав? Прав. Прав был. Страна в развалинах, никто поднять не может. Деньги измерялись кубометрами. Булка хлеба полтора миллиарда уже стоила марок. И он поднял страну буквально в первое десятилетие, которое было. 33-е там пришел к власти. Десятилетие-то еще не было. А уже каждый немец должен отдыхать в вылительном санатории. Это было. И показывать, как они живут. Он все им открыл. Олимпийские игры. На первом месте немцы вышли. Никто не мог победить. Он поднял все области. Промышленность, тайные подводные лодки, тайные самолеты. Договорился с советским. Они тут учились где-то под Куйбышевым-то. Все это было здесь. Где Герман Ерин-то получал знания-то где-то. И вот когда я начинаю так мыслить, у меня я православный. Все это отпадает. Но он прав был. И он знал, бороться надо спокойно. Вот Юлиан пришел отступник. А почему? Да потому что его брата взяли и убили, когда о престоле речь зашла. сыновья Константина. Кто его искал убить-то? Брата за что убили-то? А его спрятали. Спрятали, как там ясно. И он вырос. А теперь его на щит подняли. Воин, он же храбрый воин был. Ему равный был только Ленин, Ульянов. Тоже переход какой-то есть здесь. Он одновременно мог говорить, как Наполеон еще был такой. Отдает распоряжение где дальше воевать и дальше говорит с теми, кто пришел по простым вопросам. Одновременно на три канала работал. Так, осторожно, сядь спрямо, губы опустить. Так, понятно? Я когда так рассуждаю, так вы что? Ничего. Лев Исааврянин боролся законными способами. А тогда поняли, он в алтарь заходит, в алтарь, там его подкараулить. Православные тощат мечи и ждут. Как только в алтарь зашел, а охраннику-то зайти нельзя, охранник-то здесь, они с той стороны кинулись на него. И во время-то молитвы, рождественской-то, они бросились. Он крест схватил, крестом, думал, что вы до алтаря отрубили руку с крестом и зарезали в алтаре. Православные. Православные, это в житии написано. Православные ведут на очень тяжкие преступления. Я должен одобрять это или никак? Зачем его убили-то? Чтобы иконы везде вешать? Иконоборческая ежесть в 787 году. Там императрица Ирина, там Феодора, там все замешано были. Я насчитывал, жития очень хорошо знаю. Вот оно, симфония мной составлена была. Покажи ее. Вот она, синенькая. Это неканоническую берешь в руки. Да что с тобой? Держи, вот оно, житие святых. Симфония. Я говорю, то, что было. И поэтому не суди, не суди этих людей, пока ты все не узнаешь. А Ильян как пришел? Когда пришел к власти, и он сразу, кто был, в заключении всех выпустить. Всех. Войны, чтобы никакой не было. Садитесь за стол, как князь Владимир говорил, Константин. Садитесь за столом, решайте. Но сам раскрещение провел. Яму в яму залез, натянули сетку и бычьей кровью. И он говорил, не верю во Христа, единого Бога. И никакого Духа Святого нет. И дальше, дальше. Полное раскрещение. 361 год. Его убили. Я даже в биографии, это и то думаю, подделка была. Может быть, его и не на фронте убили. Какари пошел в туалет, написано, в отхожее место, и чрево лопнуло, кишки вывалились. Я обесел с хирургами, скажите, может человек так надуваться? Ну, заклинило. Маковых пирожков наелся. Ну и гвоздем не мог выковырнуть. Ну и теперь, лопнули кишки. Говорит, никогда. Ну, где-то что-то там может повредиться. Но чтобы кожа, подкожей, никогда. По сегодняшний день это пишут. Я прочитал, почему никто не протестует. Я не за Ария. Ну, в релье-то, зачем нам здесь-то? Ария нету. Ну, написали бы, Ария нет. Ария был импозантный. Как он выглядел. Высокий, стройный, приличный. Когда говорил, всех православных перевел. 98% сделали с арианами. Это что-то стоит. За него епископ и император все заступались. И однако, погонь в нашем языке, а не в другом. Я не арианин. Осудила церковь, он осужден справедливо. Но не на убийство, на его учение. Зачем же убивать-то его? Говорят, вас согласились там? А это нет. И так есть Константин, там, Капроним, которого очищен. И к нему биографию какую-то. Его в купель поставили. Ну, купель. Погружать будут. Ну, сколько? Ну, в купеле-то ему зачем ночевать-то? Никола Чудотворец, в купеле, младенец, простоял, два часа священник стоял и смотрел, упадет или не упадет. Ну, чего смеяться-то? Два часа в купеле-то. Ну, два-то часа, ты понимаешь, что такое два часа? Там даже занятие у нас меньше двух часов. И он бы сейчас в купеле мог стоял. Он размок бы там. Пишут, так по сегодняшний день. Все знает. левую грудь, говорит, сосал, а правую не хотел. По пятницам отказывался. Тут можно поверить. Но это-то, ну, явно, что не так. И капроним поставили. Будущий император. Стоял ребенок и из него потек гной, то есть обосрался. Гной. Так ребенок же, ну, чего вы хотите, если 20 часа, да тут и взрослый, то штаны наложит. Ну, что это за биография-то? Нет, именно так и написано в житиях. А капроним, значит, скверный, гнойный. Гнойным прозвали. Он плохой. Но что интересно, об Арии все жития говорят, что он прекрасно выглядел. Импозантный был. То есть экстерьер его был стопроцентный. И слово его увлекало всех. Вот эти арияне, так свидетели сторожевой башни. Они именно такие. Я с ними был. Все-все расспросил об их учении. Какие они хорошие. Ну, как называют свидетели Иегову, уж скажу. Какие они хорошие. Какие трудяги. Какие... Ну, просто хорошие. Но они мне завидовали. Мы Игорь. Вам хорошо. Вам Библию разрешили. А нам не разрешают. В одном лагере сидели в Жанатасе. Один Бурлак фамилия, а у другого Гончар. Со станции Мерте. Они хорошие. Мое мнение только такое. Они хорошие. Для государя-императора это была такая роковая ошибка, что запретили, отняли. Я вчера наговорил, батюшка сидели. 40 минут еще. Вчера шубеседовал. Батюшка, вот смотри, пророк пишет Некрасов, пишет Лермонтов, пророк, Пушкин пишет пророк. Почему пророка ни одного нету? Почему правители никто не обречает? Ни банкиров, ни коррупционеров, нигде. Чтобы вышел, как отец Арсений, когда дрались там, сказал. Хотя он выдуманная фигура, но, однако, стоило это. Батюшка сидеть еще не говорит. Батюшка, ну молиться надо об этом. Хоть бы один епископ-то вышел и в Аллах, этот, сейчас фильм поставили, в Аллах, и как Путин прилетает, и там все осматривает. Прилетел туда, даже наставитель не знал, тайно. Обернулся, он стоит, лежу, Владимир стоит рядом. Дальше беседует. Ни одного слова божественного нету, слова Библии отсутствует. И я дал, позавчера у меня был интервью, мне задавают вопросы, я отвечаю. В интернете уже стоит. Как бы вы ответили. Я ответил бы вот так. Видимо и временно, невидимо и вечное. Вы приехали, это хорошо, мы молимся за вас. Но почему же никаких мер не принимать? И Китай принимает, коррупционер, да, взятку брал, доказал, доказал, милиционер, выводят два милиционера, и сколько нашли там губернатора, три, министр. Сегодня одного нету от возителей. Да еще как придумали-то, за расстрел, за пулю обязаны родственники заплатить 25 юаней. А если нету родственников, он должен что-то в лагере делать, пока не заработает на пулю. Заработал, расстреляют. Это Китай, наш сосед. Два миллиарда копошится. Ну можно чему-то у них взять, ничего не берут. Разворовали страну. Самая богатая в мире страна и самая бедная нищета. мне хватает, а я погляжу на людей. Понятно? Научиться надо с той стороны смотреть. Почему он так человек говорит, почему он так думает. Ну а бывает, там ничего не заганишь, там пустота, просто он злой. А злой почему? потому что слабый. Евреям 1.14 Не все ли они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Толкование. Возвышает умы слушателей, показывая великое попечение о нас Божие, если даже ангелов, превосходящих нас, поставил он служить нашему спасению. Кажется, также нападает на некоторых воздающих сверхдолжное почитание ангелам, и в особенности на всех вообще евреев, преданных данному через ангелов закону и служению их в нем, даже предпочитающих их Христу. Итак, говорит, не служите им, ибо они служители наши. Посмотри, какое небольшое различие полагает он между тварями, хотя большое расстояние между ангелами и людьми, однако он поставил их близ нас, ибо твари немного возвышаются над тварями. Послужили же ангелы много и в Ветхом, и в Новом Завете, когда помогали Иосифу советом, Матфея 1, 24, когда благовестили пастырем, когда сидели при гробе и возвещали воскресение Христово, когда получали, что он придет таким же образом, как и вознесся. Ангел являлся Корнилию Деяние 11-13, Филиппу Деяние 8-26, Петру в темнице Деяние 12-7, и вообще бесчисленное множество таких примеров. Заметь, что ангельское дело служить спасению людей, больше же делу самого Христа, посему не должно пренебрегать таким служением. Аминь. Вопросы? А при чем здесь пренебрегать? Кто пренебрегал? Как пренебрегать? Кто на чем стоит? Наоборот, говорили, что ангелами все сотверено, а тут же пренебрегать. Заметь, что ангельское дело служить спасению людей, запятая, больше же делу самого Христа. Какой-то... Ну, понятно. Ну, непонятно. Правильно. Дело Христово спасать людей, но доверяет ангелам, а они дело Божие делают, по повелению, чтобы нас спасти. Ангел-хранитель называется. Как бы они больше делают. Я думаю, потому Христос и сказал, что придет с соном ангелов. Больше же дела, наверное, как-то делу, почему в этом... Нет, нет. Ну, прочитай еще раз. Говорится именно о сегодняшнем служении. Заметь, что ангельское дело служить спасению людей. Ангел-хранитель. Дальше. Запятая. Больше же делу самого Христа. То есть, это дело Христа спасения людей, но он доверяет так. Никакого пришествия здесь речи нет. Нет. Не о пришествии речи от сегодня. Это дело Христова нас спасти дам, он доверяет ангелам. То есть, часть своей работы позволил им сделать по любви своей. И ангелы помогают спасению. Больше же служить делу самого Христа. Это дело самого Христа нас спасения. Он пришел нас спасти. Вот сразу вопрос. Скажите, где у вас было так в жизни? Один случай назовите. Когда вы поняли, ангел стоял рядом. Именно ангел спас. Я могу сказать. А? Я могу сказать. Поделись. Даже подтвердить. А дело больше написано возвещает тайну цареву храни. Я уже верующим был. Это было в 95 году. И работал я, на работе был. И в этот момент мы перетаскивали наше оборудование. А это такая площадка специально для промывки грунта. И она высотой вот такой, ну вот, как эта комната, такой железный лист. А с той стороны площадка, чтобы туда грунт толкать. А это как отражатель. И там бульдозер зацепил, а долина была узкая. Поэтому тросом вот таким толстым. И там все люди стояли. А я смотрю, сказали им все убрать, а я как диалог, я должен контролировать. Я смотрю, они там ломик не убрали. Ломик стоит прислоненный, вот так вот. Я думаю, сейчас поедет, кувыркнется ломик, а там воды сантиметров двадцать везде. и песок и пропадет. И я побежал за ломиком за этим, не стал никому говорить. А они в этот момент дернули вот эту вот всю штуку. Тебя? Ее дернули вот эту штуку-то, дернули за трос. А она же под углом стоит, она вот так и вот так трос. И они дерганули, и как-то он скорость не успел переключить, и тянет, тянет еще, и она вот так раз и пошла, а я-то ничего не вижу. Я вот от меня подбежал, лобик-то взял, а смотрю, солнце закрылось, я не понял, голову поднимаю, а она вот надо мной вот так висит. Вот это вот, вот прям железо вот так висит, оно не может висеть так, я понимаю. Я прекрасно понял, не может висеть, я думаю, так, висеть не может висеть, значит, я должен отбежать. А там метра два за нее, я метра два так прыг-прыг отскочил, и она как передо мной рухнет, и вот так всего меня облило. Как мышеловка. А, да. А люди, которые на бульдозе, они это все видят, ну это хоть течение секунды, но они все рядом были. Я поворачиваюсь и говорю, вы что, дураки? Они на меня вот так смотрят, и один, точно ты говорил, ангелы есть? Да. А я говорю, а вы как думаете? Я говорю, только вы-то, с мозгами сами должны быть. Сережа, не отвлекайся. Ну, однако, и и засвидетельствовали мне еще, они сами. Я говорю, вы что дернули? А они говорят, да мы-то дернули, а плита-то, говорит, остановилась над тобой. Я говорю, да она не может остановиться. Мы тебе и говорим, что ты нам про ангелов-то рассказывал. Наверное, говорит, ангел придержал, что ли, ее. Но я не знаю, как там что получилось, но вот. И я теперь, как сам уже думаю, еще и подтвердили со стороны, что она не просто задержалась на чем-то, она не могла задержаться. Потому что она с этой стороны плоская, у ней два полоза, а с той стороны площадка. Если она сюда пошла, если бы она туда пошла, она могла на что-то опереться. Но она пошла плоскостью сюда. Как она могла задержаться? Ее ничто не держало. Ну, у кого было такое, за что Бога прославить надо, что ангел-хранитель тебя спас? Прямо ты, уже проходят годы, десятилетия, а ты помнишь, и помнишь, и помнишь. Вон, спрашивай разрешение, Сергей Ильич. Можно? Мне было примерно где-то около восьми лет. Я пошла на одна, когда шел ледокол на речку. И встала на самый край, а тут шел ледокол. И я так вот, вот, прям заворуженная была, смотрела. Ледоход, наверное. Ледокол, ледоход, ледоход, лед шел. А всем запрещено было подходить к этому, а я, у меня же было как-то такое состояние, что меня как будто туда тянуло. И я долго-долго смотрела, и вдруг я чувствую, что я, у меня вот это вот, все, земля уходит, и я поворачиваюсь, и только вот немножко, ну, я что еще, ребенок, наклонилась на этот, и ноги висят теперь, все, дальше уже там висят. У меня такой страх меня сковал, это настолько было страшно, что я даже... Зачем уж ты подходила, сейчас бы кто бы на рыбу готовил, ты, ух ты. Да это ты, ангел хранитель. И слушайте, и вот я так висела, и чувствую там, такой вот шум, такой это, и у меня оцепенение, и смотрю, никого, никого не пускали, там закрыто было, и я так висела, и вдруг идет дедушка, дедушка, в шапке в такой вот идет, и улыбается, я думаю, я упаду сейчас, а он улыбается, у меня такая на него, это, меня аж это, смотрю, а он еще того, что встал, остановился, лег, и пополз ко мне, ползет, ползет вот так, меня берет, зайка, и обратно, меня, думаю, ты меня хватай, беги, нет, он ползет, и меня тащит, вытащил, у меня новое пальто, думаю, ну все, меня убьют, я давай трехат, посмотрела, нигде нет, побежала на улицу, чтобы он моему отцу не рассказал, что я вот там висела, и я поняла, потом, когда увидела уже его в храме, когда я пришла первый раз в храм, я увидела, узнала, кто это был, слушай, мы были по Теряевке, а рядом, где лагерь, тут пастухи пасли, у них избушка была, они иногда давали нам лошадь, а колодчика еще не было, мы ездили на развес, еще люди жили, и тут башня высокая была, качали, там поили скотину, и они взяли огромную трубу, примерно вот такого диаметра, и разрезали ее пополам, и получилось корыто, корыто, ну конечно, края рваные, там это, не ровно, сваркой разрезали, ну вот это вот корыто, дали нам лошадь, мы взяли флягу, дали привезти, у меня ребенок стоит на этой, я сказал, ты там держи лошадь, а в это время, чтобы удобно было наливать, флягу воды, она там далеко, я ее поставил, вот так вот, и говорю, рукой придерживай, она кажется, вот так вот встала, чтобы не падала где-то, а края-то ровно, вот как нож, вот так вот стоит, и я стою, приехал голыми ногами, лошадь одернула, фляга, кочнулась, а у него здесь вот, вот такой бортик еще, и она падает, плотною к ноге, а я стою на этом ноже, это сразу вот эту ступню, отрезало бы, отсекло бы ее, ну, в степи, и там еще бы было, даже не знаю, сегодня, как все перед глазами стоит, вот, понятно, что было, вот эта труба, я голыми ногами залез, фляга стоит на этом, лошадь дернула, она упала, и прямо рядом, а здесь моя нога, вот она моя нога, босиком стою, по сегодняшний день, как вспомнил, мурашки по голове, под кожей, и ангел-хранитель, после этого было, неоднократно случилось, но это и более все запомнилось, слишком очевидно, как она ударила, и на пляге такое, след даже остался, на пляге-то алюминиевая, как это могло быть так, у меня вот так вот все, кругами пошло, вспомню, как ноги бы не было, какая кровища, мы одни, вообще никого нигде нету, это Бог, это Господь, так, пошли, все, давайте, поблагодарим, и идите, ну-ка, моя команда, ко мне, идите сюда, ну, час пошел, что-то, Александр, вы не с вами, благодарим тебя, Престим, Боже наш, я, как он, сетя, и все, достойно есть, я, как он, истинной, блажитетя Богородицу, крест на блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога Слово ручшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Семена Тихонич, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием. Как Ты дивно велик, премудр, как Ты сотворил этот мир для пользы человека, чтобы он удивлялся и славил Тебя. Прости, Господи, что так поздно пришли к Тебе. Прости и помилуй, и сохрани нас в Твоей деснице. Доведи нас всех до желаемой пристани Царствия Твою и навеки веди в Него. Прибудь с нами, и в чем мы погрешили, прости. И сохрани нашу общину, расширь пределы ее, побуди всех на благовестие. И в селение наше пошли, добрые жители с детьми, сохрани школу, и в разуме Романа не дай ему погибнуть. Это обольщение, это наваждение вражеское, да отхлынет от Него. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву в издянии рук, как жертву вечерней, и благоухание приятное перед лицом Твоим. Господи, Боже наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, Боже наш, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Парализованного Сергея, Анастасию, Татьяну, Людмилу, Ольгу. Спаси и помилуй всех, о ком мы молимся. И нас помилуй, милости Твоей ради. Говори, Господи, Владыка, слушайте, да слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Вот на что не посмотрю, вот общины не было, зачем это все? А тут, знаешь, люди приходят, машины заезжают, звонят и говорят, как это славно, что Бог дал нам общину. Да, да, да. Игнатьич, вы домой идете? Да, домой. Так, кто со мной поедет? Готовьтесь. За какую воду мы молились? Спасибо.